Биология. Тема номер 19. Живые организмы и наша безопасность. В природе немало растений, грибов и животных, которые могут быть опасны для человека. Знание особенностей таких организмов и правил поведения при встречах с ними помогает избежать опасности. Из курса начальной школы вам известны многие ядовитые растения и грибы. Например, волчья лыка, вороний глаз, мухомор, бледная поганка. Никогда не берите в рот плоды или другие части незнакомых вам растений. Никогда не собирайте грибы, в съедобности которых у вас есть хоть малейшие сомнения. А вот еще несколько ядовитых растений и грибов. Борщевик сосновского. Гигантское травянистое растение высотой до 2 метров более. С крупными соцветиями зонтиками растет на полянах, лугах вдоль дорог. При попадании на кожу сока борщевика возникает воспаление. Кожа становится очень чувствительной. К солнечным лучам появляется ожог. Интересно, что некоторые другие виды борщевиков совершенно безобидны. Различить их довольно трудно, поэтому лучше держаться подальше от всех похожих растений. Богульник болотный, невысокий кустарник. На болотах часто образуют густые заросли. Пары этого растения одурманивают человека, вызывая слабость, тошноту, рвоту. Нужно быть очень осторожным, собирая ягоды там, где растет багульник. Ложный опенок. Серно-желтый. Ядовитый гриб. Иногда по ошибке его собирают вместе с опенком летним. Отличается этот опасный гриб желтоватым цветом шляпки. Зеленоватыми пластинками, светло-желтый, неприятно пахнущий мякотью. Ложный опенок кирпично-красный. Еще один ядовитый гриб. Появляется он в августе одновременно с опенком осенним. Отличается кирпично-красной шляпкой, темными пластинками, желтоватой мякотью с неприятным запахом. Вам могут встретиться опасные животные, конечно. Опасность представляют крупные хищники. Волк, тигр, буро и белые медведи, другие. Но встречи с ними в природе для большинства людей маловероятно. Скорее вы увидите их в зоопарке. Здесь безопасно, если соблюдать правила не заходить за ограждения, не подходить близко клеткам животных, не просовывать руки сквозь прутья решеток. Находясь в природе, нужно соблюдать осторожность, чтобы избежать укусов и уколов ядовитых животных. Тарантул. Крупный паук, живущий на юге нашей страны, его укус опасен, но не смертелен для человека. Каракурт. Единственный в России паук, укус которого смертельно опасен для человека. Встречается в южных районах. При укусе каракурта рекомендуется немедленно прижечь укушенное место горящей спичкой. От этого яд паука разрушается и как можно быстрее обратиться в больницу. Скорпион. Ядовитые паукообразные. Укол его жало опасен для человека, но смертельные случаи бывают редко. Скорпионы встречаются в южных районах нашей страны. Ядовитые пауки и скорпионы особенно опасны весной, так как за время их зимней спячки яд у них накапливается, но не расходуется. Осы и пчелы. Их яд может быть опасен, когда человеку ужалят сразу много ос и пчел. Это случается, если разворошить осенное гнездо или неосторожно вести себя на пасеке. У некоторых людей бывают тяжелые аллергии на осенный пчелиный яд. Морской дракончик. Небольшая рыба, вооруженная ядовитыми шипами. Они расположены на жаберных крышках и в спинном плавнике. Ее можно встретить в Средиземном Черном Балтийском морях. Морские дракончики прячутся, зарывшись в грунт. Если их потревожить, могут напасть и вонжить в тело человека. Ядовитые шипы. Уколы их очень опасны, иногда приводят к смертельному исходу. Скат хвостокол. Морской кот. Крупная рыба обычно около одного метра длиной. Встречается, в частности, в Черном море. Зарывается в песок на мелководье. Если человек наступит на ската, тот наносит сильный удар хвостом, на котором находится ядовитый шип. Укол хвостокола очень опасен. Гадюк обыкновенный, самый распространенный на территории России ядовитый змея. По свидетельству врачей, ее укусы редко приводят к гибели людей. Однако, очень важно своевременно обратиться в медицинское учреждение. Ядовитые растения и грибы, крупные хищники, ядовитые животные могут представлять опасность для человека. При поражении ядовитыми организмами нужно обратиться в медицинское учреждение.